Отловы поиски оборотней среди чиновников продолжаются. Причем поиски идут в буквальном смысле. Так осужденный на 10 лет за взятки депутат Государственной Думы Вадим Белоусов на этой неделе был объявлен в розыск. Напомним, что Белоусова заочно осудили на 10 лет колонии за получение рекордной взятки – более 3 миллиардов рублей. Но депутат куда-то пропал. Возможно, он уже лежит под пальмой и попивает коктейли на разворованные деньги Родины. Ведь откаты творят настоящие чудеса. Достанет ли рука правосудия до коррупционера, остается загадкой. А тем временем другой чиновник, уже экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк, вряд ли сможет уже куда-либо сбежать. Напомним, что бывшему мэру вменяют два эпизода получения взяток на 38 миллионов рублей. По версии следствия, он, будучи мэром с декабря 2018 по февраль 2021 года, через посредника получил более 31 миллиона 200 тысяч рублей от представителей ритуального МБУ «Некрополь» за покровительство и попустительство при оказании ритуальных услуг. Дело рассматривает Ленинский суд Владивостока. Такой бизнес в чинах не редкость. А вот по-настоящему нечастое явление – это использование своего служебного положения для создания схем купли-продажи товаров, да еще и с кражей чужого имущества. Речь идет о целой группе чиновников, которых на этой неделе задержала полиция в Санкт-Петербурге. В числе задержанных – чиновник из Сестрорецка. Согласно представленной информации, в марте 2022 года сотрудник администрации заявил об угоне автомобиля BMW X5. Но в ходе расследования выяснилось, что машину забрали знакомые чиновника, перебили номера и продали жителю Москвы. Вместе с чиновником задержаны еще трое, у которых обнаружены несколько автомобилей со следами изменения заводских номеров, а также арсенал угонщиков. Среди автопарка найдены Cadillac GMT 166SRX, Mercedes-Benz S350D, Chevrolet Corvette и Audi Q7. К сожалению, это не единственное, чем отличился данный субъект на этой неделе. Так Басманный суд Москвы вскоре начнет рассмотрение ходатайства следствия об аресте зампреда правительства Ленинградской области по транспорту ИТЭК Сергея Харлашкина. По сведениям столичного суда, Харлашкину предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Претензии к нему относятся к его работе в петербургском метрострое. До сих пор не перестает удивлять существенная коррупционная активность наших чиновников, которые постоянно забывают, в чем разница между ведением своего личного бизнеса и работой на государственной службе. Остается надеяться, что все эти события не останутся без внимания соответствующих органов, особенно те, которые не попали в публичное обозрение.